Уважаемые друзья и коллеги, мне сегодня очень просто, потому что когда представляешь наших коллег, наших известных, православных коллег, надо говорить все равно какую-то прелюдию, которая будет характеризовать их достижения и так далее. И, кстати, Алексей Алексеевич Венедиктов, главный редактор Эхом Москвы, это уже бренд, это уже аплодисменты ваши. И мы договорились с Алексеем Алексеевичем, что я с удовольствием с самого начала передаю ему образы правления. Мы будем говорить сегодня об информационных вызовах, о том, что ждет нашу профессию, как сегодня… Ну, впрочем, что я сейчас буду рассказывать, да, сейчас вы это все скажете, а дальше, естественно и очевидно, да, сессия вопросов-ответов. Готовьтесь, Алексей Алексеевич обещал ответить на все, на самые добрые и на самые недобрые, на все. Еще раз аплодисменты и вам слово. Спасибо, ребята. На недобрые я отвечаю недобрые, это на всякий случай. Пытаюсь сохранять стилистику разговора. Значит, смотрите, мы договорились поговорить о тех новых угрозах или вызовах, которые существуют в нашей профессии. Понятно, что наша профессия неотделима от мира, поэтому давайте соединим угрозы миру, новые вызовы, угрозы, как хотите их называйте, нашей профессии, ну и изменения в нашей жизни. Могу сказать, что вот буквально три дня тому назад мы приняли решение о создании третьей редакции «Эхо Москвы». Первая редакция — это радио, которое возникло 26 лет тому назад. Вторая редакция была создана 20 лет назад, это редакция сайта, интернет. И мы поняли, для того, чтобы работать в соцсетях, нам нужна третья редакция. Это первый вызов, в том числе этот вызов является экономическим. Надо брать деньги, нанимать людей, кто умеет работать в соцсетях, а как работают в соцсетях. И мы поняли, что мы начинаем отставать. Мы уже не успели. Вообще в России нет ни одного медиа, которая бы правильно работала в соцсетях. Никто не знает, что это такое. Это что должно быть? Средство доставки информации? А те люди, которые работают в соцсетях, СММщики, это журналисты? Или это люди, которые просто там чего-то набирают, набор букв? Тоже непонятно. И буквально последние года, полтора-два, я объездил очень много стран, встречался в разных редакциях крупнейших меди. И говорят, как вы живете? Как живет газета Вашингтон-Пост? Такая солидная газета. Они мне говорят, мы теперь на сайте в основном. Через 10 лет мы будем печатать 5 экземпляров Вашингтон-Пост. Прошло 3 года и все изменилось. Они наращивают газетную историю. Почему? Надо же понять. То же самое происходит во Франции. То же самое происходит в Италии. Ответа нет, сразу хочу сказать. Как правильно, не знаю. Но 3 дня тому назад, я главный редактор, принял решение. Мы будем делать отдельную редакцию отдельных журналистов, которые придумывают, как использовать соцсети для потребителя. Когда-то то же самое было с сайтом. Я могу сказать, что сайт «Эхо Москвы» был первый сайт традиционного медиа. Мы, конечно, возникли позже в Ленте.ру, но мы были первыми, которые поймали, что одним радио, одним традиционным, совсем традиционным медиа не обойдешься. Я тогда еще не был главным редактором, я был директором информационной службы. И мне говорили, ты сошел с ума. Это твоя игрушка. Назывался игрушка Венедиктова сайт. Мы радио, великое радио, мы говорим в трубу, нас слышит весь мир, на нас ссылаются мировые медиа. Какой сайт? Больной. И, собственно, с тремя-четырьмя коллегами, которые меня поддержали, на которых это тоже было игрушкой вызов, мы создали этот сайт. Это был, повторяю, первый сайт традиционный. Мы попали в волну. Я этим очень горжусь, гораздо больше, чем горжусь радио. И мы поняли, там нужны другие журналисты, потому что люди потребляют информацию с сайтов, даже традиционных медиа, не так, как они потребляют медиа. Не так, как они читают газеты, не так, как они смотрят телевизор, не так, как они слушают радио. Если по телевизору, скажем, условно говоря, в среднем, люди тогда, 20 лет назад, смотрели в день, ну, в Москве, скажу сразу, 3,5 часа, ну, фильмы, новости, да, спортивные матчи, то в интернете они смотрят это 40 минут. Потребление в 5 раз меньше по скорости, по времени. Что с этим делать? Значит, должны делать другие журналисты. Значит, мало просто взять распечатку эфира и повесить на сайт. Не потребляется. Люди, то есть мы работаем для кого? Мы работаем для наших слушателей, читателей, зрителей. Мы же не работаем, там, я не знаю, на доброго дядя. В первую очередь, значит, мы продаем продукт. Как его оформить? Меняет ли он свой стиль? И вот сейчас мы стоим перед второй цифровой революцией, то есть мы ее уже пропустили, мы ее уже проспали. И единственный, пожалуй, в мире, кто успел ее оседлать, это такой проект, который называется «Босфит». Вы, наверное, знаете. Да, вот это первые, они первые. Вот они первые сейчас, и сейчас уже надо бежать за ними вдогонку. Кстати, «Босфит Россия», «Босфит Раша», да, до прошлого года, знаете, сколько людей работало на этом потрясающе? Один. Сидел парень в Волгограде, получил лицензию от британского «Босфита» и создавал продукт. Один. Он журналист? Нет, он переводил. Нет, чего? Журналист, не журналист, какая разница, как это назвать. И это главный вызов сегодняшнего дня. Что будет с нашей профессией, и как вы будете называться через уже не пять, а два года. Рассказываю историю, как раз связанную с «Вашингтон-Пост». Прошлым летом был. Значит, «Вашингтон-Пост» купил человек, значит, она провалилась, убыточная, закрывалась, журналистов выгоняли, потеря рабочих мест, газета не покупалась. Владельцы «Вашингтон-Пост» ее продали кому? Они продали ее человеку по фамилии Безос. Кто знает, кто это? О! Безос – человек, который создал и придумал Амазон. Этот человек такой же, как Сукерберг. Понимаете, да? Вот он придумал это все. И он покупает старую, вонючую, бумажную «Вашингтон-Пост». Хорошая репутация, он покупает репутацию. Он покупает бренд. Дальше он вкладывает прежде всего в сайт, потом в соцсети в течение двух лет. В прошлом году единственное, не единственное, вру, еще «Нью-Йорк Тайм» стало это делать. Но, тем не менее, одно из единственных, скажем, медиа, которое нанял 187 журналистов в году, это был «Вашингтон-Пост». Почему? Потому что тот, кого Безос называют журналистами, это СММщики. Это люди, которые в социальных сетях от имени «Вашингтон-Пост», используя логотип «Вашингтон-Пост», делают информацию о продуктах, которые потребляют миллионы людей. Не газету покупают, а твиты читают. Не газету покупают, не на сайт заходят, а в Фейсбук читают. Но это тот же самый «Вашингтон-Пост». И я там с ребятами разговаривал, они говорят, смотри, вот если мы пишем статью для газеты, мы ее пишем по правилам письменной журналистики. Есть некие правила, я не знаю, я в этом случае человек неграмотный, наверное, из правила, как писать статью. Я никогда не занимался этой историей до недавнего времени, поэтому... Но если мы, то есть не если мы, мы должны эту же статью поставить на сайт, мы ее переписываем. Потому что сайт потребляется по-другому. Должны быть другие заголовки, должны быть другие абзацы, должны быть выделены слова, должны быть выносы. Потому что та же самая статья, ее нельзя просто перепечатать на сайт. Там другое потребление, там другие люди. И поэтому, внимание, мы наняли людей с другими мозгами, мы наняли людей с другими умениями. Это очень важно. Потому что журналист, который пишет статью в журнале, И журналист, который на эту же тему пишет статью на сайте, пока только на сайте, сейчас пойдем дальше, это другая история, это другие умения, другие навыки. То есть профессия журналиста, даже пишущего статью, начинает, знаете, расслаиваться. Вы будете писать где? Журнал на бумагу или на сайт? Вы нам нужны, но что покажите, что вы умеете, а бумагу умеете так, а на сайт, а на сайт, а нет, это нам не пойдет. И сейчас третья история, как вот эту статью, там не важно, о президенте Трампе, передать аудитории, которая потребляет Вашингтон пост через Фейсбук или через Твиттер или через Инстаграм. А это другие люди. Я журналист великий, я не могу писать твиты на эту тему. Я не знаю правил написания твитов, я не знаю правил написания текста в Фейсбуке, я не знаю, как правильно подписывать картинки в Инстаграм. Правильно имеется в виду профессионально. Что такое профессионально? Чтобы люди тебя потребляли. Ты создаешь продукт, ты должен его потреблять. И это главный вызов на сегодняшний день. Мы не знаем, где я буду набирать людей. Я не знаю. Я не знаю, какие у них должны быть навыки. Я знаю, что мне они нужны, что мне нужны люди там, знаете, вот те были нормальные, которые радио делают, чтобы были, они есть там с двумя ногами, двумя руками. Те, кто делает интернет, у них должна быть большая голова, шесть рук, а ноги мне вообще не важны. Они же не бегают, они же сидят, да. А те, кто будут делать СММ, что у них там, рога, хвост, я не знаю, какие должны быть навыки. Я должен сейчас смотреть, изучать рынок и смотреть, кто и как работает. Таких людей нет, мы их имен не знаем. Значит, я работодатель. А вы, люди, которые на рынке, предложите мне, расскажите мне, как это делать. Я не знаю. Вот так я буду набирать людей. Потому что нет этого в России. Мы проспали это. Нет этого в Штатах почти. Хотя это страна передовой страны. Но наши технологии, на самом деле, сейчас мало отличаются от штатовских технологий, от западных, да, выровнено. Поэтому можно делать. Вы напишите что-то, это разлетается моментально. Вот это первая угроза, когда наша профессия расслаивается вот таким образом. Как бы появляются новые умения, новые профессии. Человек пишет твит, вы что, назовете его журналистом, что-то? Ну, смешно. У кого есть твиттеры? Ну, вы все журналисты, понимаете, да? Например, кто там сидит в фейсбуке или там в одноклассниках или вконтакте? Ну, ребят, ну вот все. Вот все, понимаете? Вот все. Теперь смотрите, это первый вызов, на который ответ есть, имея в виду, что надо двигаться. Надо крутить педали. Нельзя стоять. Отстанем. При этом мы видим, как начинает сокращаться аудитория и радио, и сайта, потому что люди уходят в соцсети. Я вам приведу пример по эху. Совершенно непозорный пример. У нас радиоаудитория по Москве, замерил. Радиоаудитория за четыре года потеряла 15% в абсолютных числах. Нас слушает в Москве сейчас порядка 700 тысяч каждый день. В Москве. А слушала 820. Значит, 100 тысяч ушло. Куда? У наш сайт, который четыре года назад приблизительно 800 тысяч уникальных пользователей, каждый, представляете, что такое уникальные пользователи, да? И 5 миллионов визитов в день, 5 миллионов кликов в день. Сейчас он у нас в среднем где-то 700 тысяч. То есть мы потеряли 15% и 3,5 миллиона кликов. Потери. Вроде да. Позор, кошмар главного редактора. А вот надо выгонять меня в смысле. Но на нашем твиттере миллион 200 тысяч подписчиков. Миллион 200 тысяч в твиттере эхо Москвы. Часть из них, конечно же, перешла. Это вопрос отбора. Но другая часть точно пришла, потому что, ой, слушать радио невозможно. Кто же слушает сейчас радио? Ой, читать их сайт невозможно, эти расшифровки бесконечные. Ой, это видео смотреть у них невозможно. 40 минут видео этого плохого, кто будет это смотреть? Если только виллер там что-нибудь не кидает, ничего не происходит. Я уже думаю о том, как делать, чтобы каждый раз кто-нибудь чечетку какую-нибудь станцевал. Но видео просто плохо. И вдруг твиттер, о, быстро, бум-бум-бум, о, а сюда перешли. Бум-бум-бум, о, а сюда перешли. Бум-бум-бум, о, а здесь комментарии. Бум-бум-бум. Это наша аудитория совместно расширилась. Но люди уходят туда. Они туда уходят. Значит, мы им там не нужны. И надо сделать так, чтобы мы им здесь были нужны. Чтобы они не уходили на другой продукт. И это есть проблема. А как это делать? Я не помню, сколько у нас в Фейсбуке, Катя. Вообще, что такое 30-летие для «Эхо Москвы» Фу ты, господи, боже мой Но зато, когда тебе первый вице-премьер Говорит, я вчера читал у тебя в Фейсбуке Вот я не веду Фейсбук Когда он говорит, я читал у тебя Это значит на «Эхо Москвы» Оказывается, что радио Трансформировавшееся в сайт Трансформирующаяся в соцсеть Осталось радиовлияние Потому что «Эхо Москвы» это радио Спросите, да? Что такое фрукт? Это яблоко Понятно, да? Ну, а «Эхо Москвы» радио Значит, это вызов, это угроза И каждый из вас, если уйдет в нашу профессию В широком смысле слова Попадет в эти ключи Вас будут нанимать на одно А через два года вы будете не нужны С теми навыками Поэтому надо думать сегодня О навыках, которые вам могут пригодиться завтра Завтра будет поздно Потому что пока рынок такой Непонятно какой А потом придет 100 Венедиктов Начнет нанимать людей на работу Журналистами Значит, мне нужно 5 человек на радио 7 человек на сайт И 12 человек в соцсети Конкуренция И об этом надо думать сегодня Поэтому, если у вас есть А у вас у всех есть, как я понимаю Аккаунты такие или сякие Мне кажется, что там нужно развивать Не только личных котиков Но котиков с учетом профессиональной вашей Такой котик, сякой котик Вот хвостик, вот ушки Сложите котика Это правда, это очень важно Не только для родных и близких Потому что очень многие пользуются соцсетями Для родных и близких Это очень удобный способ коммуникации Вот там история недавняя совсем До недавнего времени Был такой замечательный Директор Федерального бюро расследования Джеймс Коми Вы знаете, его тут товарищ Трамп Недавно выгнал Но история не про это Он один из самых секречных людей И месяц тому назад На одной из встреч с журналистами Такой неформальной Один из журналистов ABC, по-моему Или CBS, по-моему ABC сказал ему Слушайте, что вы нас учите Как вести наши соцсети Типа там, ты старый пыльный дурак У тебя ничего нет У тебя нет соцсетей Ты в них не участвует Говорит, как мы участвуем Говорит, у меня есть соцсети Просто я там под другим именем Потребовалось 48 часов Чтобы журналисты CBS Нашли его профиль Одного из самых засекреченных людей В мире Директора Федерального бюро расследования Значит, они сделали очень простым образом Они взяли его семью Его друзей И стали накладывать Понимаете, да, что я говорю В результате через дружка его дочери Это же надо догадаться, да Это журналистская работа Это умение работать в соцсетях Через дружка его дочери Они нашли, что какой-то человек Под именем Роберт Нейгард По-моему Роберт Нейгард Мелькает у всех друзей Директора Коми У его жены У его дочери У дружков его дочери У дружков дружков его дочери И, значит, они написали Что, скорее всего, Роберт Нейбард Который скончался в 1971 году На самом деле И, конечно, не имел понятия Об интернете вообще Это и есть директор ФБР Коми И последнее, что возникло В этом инстаграме Это фотография Дживка Самого Коми Который делал вот так То есть Его вскрыли За 48 часов его нашли Вот настоящая Журналистская работа Понимаете Другой вопрос Зачем кому это интересно Всему миру это было интересно Что даже директор ФБР В социальных сетях Не имея аккаунта формального На самом деле Про него, оказывается Можно много прочитать Они выяснили Где он отдыхал Ну, инстаграма там Понятно, да Там много чего Я, кстати, к нему запросился в дружке Он мне уже месяц не отвечает Не фоловит, поганец Ну, теперь уволили Может быть, теперь зафоловит, наконец Вот Но на самом деле Это вторая угроза Для нашей работы Имея в виду Что мы живем в стеклянном мире Да Что про вас будет все известно Любой журналист Который хочет скрыться теперь под псевдонимом Обращаю ваше внимание Да Или совершить какую-нибудь пакость Как у нас бывает Он не может скрыться Он не может скрыться Даже если у вас нет аккаунта Даже если Так же, как у директора Коми Вы иногда случайно попадаете На фотографии ваших друзей А вас пишут Ваши друзья Да И так далее То есть, можно собрать По большому счету Вот Это Очень интересная история По борьбу с терроризмом была Сейчас расскажу эту историю Не очень подробно Потому что я ее Плоховато понял Но, тем не менее Смысл расскажу Даже если у вас нет аккаунта Вы вычисляемы История про борьбу с терроризмом Вот во Франции Недавно был взрыв Полгода тому назад Значит, они Этого парня Его разнесло Естественно, самоубийцу И французские спецслужбы Стали изучать его социальные аккаунты Каким образом? Кругами Ну как Вот самые близкие Вот его фолловеры Его фолловеры здесь Его фолловеры там А где они пересекаются? Значит, они бросили сеть Это была очень длинная И профессиональная работа И они Совершенно случайно Обнаружили Что у одного из парней С которым он фолловился По разным соцсетям Я понятно говорю Я никого там нет У него есть некая сестра Которая живет в другом городе Они ее туда вложили И потом Они обнаружили Что эта сестра Вдруг начинает переводить деньги Из Бельгии в Голландию К какому-то неизвестному человеку Значит, они ее взяли И взяли целую ячейку Террористов в Голландии Благодаря тому Что они соцсети Вот так изучали Я вас не пугаю Просто не переводите деньги В Голландию Но Можно попасться Но На самом деле Я говорю о том Что мир настолько прозрачен Это вторая угроза Что видно Очень много деталей И за деталями Не видно главного Часто Нас отвлекает Яркая какая-то вещь Знаете, почему Клоун носит красный нос Дальше было это придумано Потому что ваше внимание На красной точке Временно руками Делает всякие Штуки Опа, и что-то у него в руках Так вот Специально создаются детали Для того, чтобы увести Людей От Поиска информации Вот вам Пожалуй Пример Который Чрезвычайно важный На мой взгляд Собственно говоря Для чего нам нужна информация Для чего журналисты Распространяют информацию Для чего люди ищут информацию Пять тысяч лет Наш мозг Искал информацию Для того, чтобы выжить Люди собирают информацию Прежде всего Для того, чтобы принять Какое-то правильное решение Ну там первобытный человек Собирал информацию Там Где звери ходят К водопою Огонь обогревает Или обжигает Да он выживал И собственно говоря Мы и продолжали это делать Когда вы поступали сюда Я думаю, что вы собирали информацию О разных вузах Для того, чтобы принять Правильное решение Или неправильное решение Чтобы куда-то поступить Когда вы идете в кино Потратить денежки Вы собираете информацию Об этом фильме Об этом режиссере Не важно, да Или вы его знаете Делите Как вы собираете информацию Либо читаете в прессе Либо смотрите в соцсетях Либо разговариваете С близкими людьми С теми, кто посмотрел Поговорил Вы собираете информацию Принимаете решение И вот для этого Все это происходит Что сейчас говорят Такие молодые Совершенно сумасшедшие Я им не верю И вы мне не верьте Биологи Которые занимаются Биохимией головного мозга Очень перспективная наука В Виссельдорфском университете Они говорят Что мозг начинает Менять функцию человека Сейчас Главное Не собирать информацию То, что мозг Расстроен был А главное Отбирать информацию Его теперь собирать Не надо Вот она валяется Вот она у вас в гаджетах Не надо искать Мозг по-другому Командовать начинает Они Как-то Вот они там Выдвинули эту теорию Сейчас молодые ребята Такие Тридцатилетние Вот Вдруг это правда А вдруг это правда То есть вот эта вся информационная среда Начинает менять наш организм Пять тысяч лет Ничего не изменялось Ничего не изменялось В человеческом поведении Я имею ввиду С точки зрения информации И вот сейчас Поток Его надо просто Как-то верифицировать И главная история Происходит в том Что верификация информации Как раз упала на наши плечи Вот тут совершенно точно Если раньше журналисты Собирали информацию И передавали ее Это была главная задача В разных видах Да там репортажи Новости Интервью Неважно Мы можем об этом поговорить Я смогу вам об этом наверное ответить Если вы зададите мне Нехорошие вопросы Вот Но сейчас Любой человек Берет гаджет Где мой гаджет Он там Берет Нет это не гаджет Это Катя Человек берет гаджет Ему не надо бегать Собирать информацию Или читать эхо Москвы Слушать эхо Москвы Там первый канал Не знаю что У него вот это все есть Ему не надо это искать Он там начинает листать Я не знаю как вы начинаете Свой день А я на свой день начинаю Я открываю твиттер И смотрю там Где у меня все Вот так вот Что за ночь произошло Трачу на это две минуты А раньше мне надо было Включить телевизор Дождаться выпуска Или радио Дождаться выпуска Новостей Понять что здесь Что-то не хватает И снова Вот А дальше А вранье А это самое важное Для принятия решений Да То есть Журналист На мой взгляд Теперь Должен выполнять роль Фильтра От фейк-ньюса Мы переходим К следующей угрозе Потому что Теперь Вы все Производите новости Приведу пример Смотрите Мы сейчас Можем с вами Каждый Так давайте Этого не делать В своем аккаунте Написать Что рухнул Казанский крем Значит Вот люди Которые формально Никак не связаны Да В разных аккаунтах Инстаграм Ну фотошоп Займитесь там Фотошопом Да Там В фейсбуке В одноклассниках И вот когда Сорок человек Разных В разных Напишут Что мы стоим И видим Как он рухнул Знаете Сколько людей Это подхватит Знаете Сколько людей Поверит в это Ну потому что Ну как Ну сорок человек Ну как Они знают Что вы в Казани Они знают Что я в Казани Мы на месте То есть Мы верифицируемся Своим положением И это очень Опасная история Я предупреждаю Как она сработала В Москве Во время взрыва В метро Значит Тогда Помните Несколько лет назад Были в Москве Теракты Взрывы в метро И В одном из В одной из Социальных сетей Life and News Значит Прозвучало Что в Москве Третий взрыв в метро Третий прозвучал Взрыв в метро Естественно Все знают Что Life and News Слушают полицейские рации Ну понятно Да Мы же все знаем И большинство Медиа Ссылкой на Life and News Передали Что третий взрыв в метро Чего не было На самом деле Это была не шутка Это была паника Ну неважно Это был фейк ньюс Как потом Через два дня Мы главные редактора Встречаемся с Директором Федеральной службы безопасности Бортников И он нам Начал выговаривать Главным редактором Я из-за вас Внимание Я из-за вас Часть людей Перебросил туда Вместо того Чтобы там Понимаете Он услышал Он увидел Что разные медиа Передают о третьем взрыве Причем в социальных сетях Директор ФСБ Принял решение Перебросить часть команды Туда Где не было взрыва Вот что такое Фейк ньюс Случайно Там не было злого умства По-моему Все-таки был Life Первый Но потом взяли Агентство Естественно взяли Мы не успели Просто до выпуска новостей Я там гордо Хатом ходил Но это тоже неправильно А если бы он был А если бы он был И вот эта история Давняя история Когда еще соцсети Не были так развиты Могла привести К трагическим последствиям Ровно потому Что вот история История со взрывом В питерском методе Когда вот этого человека Никитина Обвинили в том Что это он Значит В соцсетях Появилась его фотография Эту фотографию Взяли Традиционно Ну смотрите Вот как мы говорили Про Кремль Да Ну там Одна за другой Сыпется фотографии Ну надо брать Видимо люди знают Видимо отдали спецслужбы Наверное Откуда же Это же камеры какие-то Да Это же камеры служебные Значит Ну вот это он Значит Сломали человеку жизнь Как вы знаете Да Его не сажали в самолет Причем знаете Что случилось на самом деле А когда он летел Из Москвы к себе По-моему в Уфу По-моему в Уфу Он в Уфе работал Длиннобойщиком По-моему в Уфу Могу чуть-чуть перепутать Но это не важно Куда он летел Его пропустила безопасность Уже все было сказано Что это не он Он уже там Его пропустила безопасность Пассажиры самолета Не впустили его в самолет Потому что они видели Эту фотографию Кто в соцсетях А кто на экранах телевизора А это еще человек Который Перешел в ислам Подозрительно Да И носит традиционально Подозрительно Да А потом выясняется Что он капитан ВДВ Что он воевал в Чечне Что он вообще герой Если бы он закладывал Потому что он всю жизнь Имел дело С взрывчатыми материалами Мало бы не показало Этот человек лишился работы Потому что ему работодатель Прямо смсочкой прислал Извини пожалуйста Он дальнобойщик Извини пожалуйста Ну ты же теперь К нам прикрываешь внимание Неинтересно Не надо Он говорит Оставьте меня в покое И я публично в эфире От имени своих коллег Поскольку мы тоже его упоминали Извинялся перед ним Как главный редактор Ну потому что Фейк ньюс А мы сломали жизнь человека А мы повелись Все мы все Повелись вот на эти фотографии Ну как же Человек в традиционной Исламской одежде Да еще Да конечно же Да еще в Питере Да конечно же Вот эта история Очень опасная Потому что Она заставляет Вот это вторая Принимать неправильные решения Еще один пример С фейк ньюса Который никак не вычислишь Вот недавно прошла новость Я думаю что вы ее читали Ведущий Самый знаменитый ведущий Канала Фокс Назвавший Путина убийцей Уволен с канала Точка Каждое слово Правда Каждое слово Самый знаменитый Ведущий Канала Фокс Так назвал Путина Уволен Только уволен был За приставание к женщинам Захар Асмир Новость другая А все правда А все правда Только это совершенно Ломает наше представление О том что такое правда И в этой связи Задача на мой взгляд Журналистов Как раз остановиться Вот этими фильтрами Верификаторами Как я называю Конечно будут косяки Конечно это будет Нарастать со страшной силой У меня уже не справляется Человек который делает новости Он просто не успевает Все прочитать У нас есть такая Должность Которая называется Второй глаз Человек который сидит За спиной новостника Который готовит На информационный выпуск Смотрит все ленты Смотрит твиты Говорит Эй-эй-эй Ты тут пропустил То есть не хватает Уже четыре глаза А что будет дальше А как отбирать А что важно Мы же как отбираем Мы должны отбирать то, что нам кажется общественно важным. Но ведь все люди разные. Одним кажется важным общественным одно, другому кажется другое. Как брать эти новости? А поскольку их сейчас столько, вот как может быть история, которая случилась с покушением на Обаму? Расскажу, мало кто знает. Идет у меня какой-то эфир. У меня открыта дверь в кабинет всегда. У нас две студии слева-справа. У меня в центре коридора обычное офисное здание. Открыта дверь, на всякий случай заходи без стука и так далее. Идет вечерний эфир. Не помню кто. Главный редактор «Ведомостей» Таня Лилусова была тогда. И Ольбачкова у меня. До бросания велером кружки. Я знаю, что будет вопрос, поэтому я провоцирую. И вдруг я слышу топот по коридору. А у нас новостникам запрещено бегать. Потому что когда ты бежишь, у тебя сбивается дыхание, ты новости читать нет. Понятно, да? Запрещено. Приказом запрещаю бегать. Скорость не больше пяти километров в час по коридору. Про штрафы отвечу. Вообще у меня штрафов нет. У меня есть другие меры наказания. Отвечу, если задать эти вопросы. И бежит меня с такими выпущенными глазами. Я же вижу, что «Обама!» и бежит. Я поворачиваюсь к компьютеру, где текут все новости. Никакого, прости, Господи, Обама. И, значит, я радио громче немедленно. Вдруг там перебивка, разговор на полслова. Бочкова говорит, в студию бежал новостник. Что-то случилось? Говорит, да. Как сообщает агентство ИТАР-ТАС с ссылкой на Ассошайдед Пресс, взрыв в Белом доме, Обама ранен. Я думаю, ё-моё, сейчас всю сетку переверстывать. Не могли это делать не в субботу вечером. Просто лучше что. Главного редактора же первое что? Людей вызывай, ресурсы подтягивай. Нет, ну первый факт, опять вот. И глазом смотри. А у нас вот срочные молнии, наша программа, которую мы сами сделали, они окрашены красным. Течет новость и новость. Если молнии нет, ничего нет. Ничего нету. Я, э-э, я там уже, значит, в эфире уже Лысова и Бычкова обсуждают, там вице-президент какой должен, Байден, что-чего. Я смотрю, нету. Я захожу на сайт Ассошайдед Пресс, на который ссылаются. Нету. А в это время там идет. У нас уже обсуждается, Обама в какое место ранен, как положено. Никто ничего не знает. Значит, Саша идет назад, Климов, я говорю, Саша, ну как тасовка вот ссылкой на IP. Действительно, одна тасовка ссылкой на IP. Больше никто. Не интерфакс, ничего. Значит, в Америке в это время день. Это значит, что Белый дом набит народом. Это значит, что там всегда дежурит журналист. Ну где-то это еще должно быть, а не только тас с ссылкой на Саша. Он говорит, нету? Какого хрена? То есть мы обманывали. Не, понятно, да, там. И там, значит, рынки начали, значит. Меня только утешает, что радио Шансон тоже передает эту новость. Вот это все, что меня утешило, на самом деле, чтобы не одни такие думали. Я звоню в ТАСС, там, все знакомые говорят, ребята, что это такое? Говорят, у нас этого нет. Говорят, как нет, когда в системе есть? Он говорит, мы смотрим, а США и пресс нет. Что выяснилось? То есть я потом пошел извиняться перед Обамой, перед слушателями, перед Танил. Потому что этого не было. Это была фейк-ньюс. Знаменитая история. Но что случилось? Оказывается, агентство ИТАРТАС тогда решило сэкономить деньги на подписку на другие агентства. И бесплатно подписалось на ленту твитов Ассошиэйтед Пресс. Ну как, зафоллоил. И не покупала материалы. Значит, американские хакеры тогда для каких-то своих целей, можешь просто хулиганить, взломали ленту твиттера Ассошиэйтед Пресс и поместили это сообщение. Тасовщик на смене суббота вечер. Ну что, суббота вечер. Взял эту новость, ба-бах и поставил. Мама родная, весь мир на уши. Вот что такое фейк-ньюс. Как от этого можно уберечь? Отвечу никак. Здравым смыслом и немедленным исправлением ошибки, когда она произошла. И в этой связи про штрафы. Значит, я считаю, что каждый мой журналист имеет право на ошибку, с учетом того, что я сказал. В том числе в эфире. Он может ошибиться во времени, в имени, в обстоятельствах дела. Самое главное, чтобы он этой ошибки не повторял. Если этот человек один и тот же повторяет одну и ту же ошибку, значит, он проф. непригоден. Если человек совершил ошибку в эфире, значит, ее надо исправлять. У нас есть правило. У нас журналисты не извиняются. Извиняется главный редактор. Вот я выхожу, кто-то что-то там сказал неправильно. Я имею в виду не гостей. Гости могут нести любую пургу, как вы понимаете. Из них там две трети, они все там в своем мире живут. То есть, они считают меня неадекватным, а я их считаю неадекватными. Это нормально. Но извиняться за то, что пришел, у меня была смешная история. Однажды один человек, которого вы все знаете, сказал мне, мне надоело, что твое радио все время называет меня земляным. Вчера опять. Ну, сколько же можно? Все, надоело. Я говорю, можно я выйду в приемную? Выхожу в приемную, звоню на радио, говорю, а кто вчера, значит, назвал желтым земляным червяком товарища-то нашего высокого, большого? Мне говорят, ну как, вчера был Зюганов, говорил кровавый режим. Я вообще говорю, это ваш Зюганов говорил. Причем тут эх, что я буду извиняться за то, что Зюганов говорил, значит, про него. Не буду. Но когда журналист, мой журналист, совершает фактическую ошибку, фактическую ошибку, я выхожу в эфир и приношу извинения радиослушателям. И считай это правильно. И тогда инцидент исчерпан для меня. Он закрыт. И тогда, сейчас самое главное, что я скажу, а потом, может быть, перейдем к вопросам. Про штрафы я помню. И тогда мы понимаем, что главный наш капитал это доверие. Аудитории. Это репутация. Аудитории. Среди аудитории, в первую очередь. И если ты извиняешься и признаешь свои ошибки, ты повышаешь свою репутацию, ты увеличиваешь свой капитал доверия, свою капитализацию. Мы все люди, все люди, он такой же, как мы, он тоже там что-то сболтнул, не так. И вот бывает. Перепутал даты, перепутал имена, перепутал. Бывает. Значит, в следующем выпуске новостник совершает ошибку. он в следующем выпуске должен сказать, я сказал 43 человека взято в плен, нет, 45. И что? Ну, поправился. Это очень просто, то есть это очень сложно признавать свои ошибки. Именно поэтому я снял со своих журналистов, а вот, знаете, извиняться всегда не, 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 я не люблю, я знаю, может кто-то из вас, кто из вас любит извиняться? Покажите мне этих мазохистов. Нет, мы с вами одинаковые. Это неприятно всегда. А уж за других-то тем более извиняться. И поэтому, когда журналист боится ошибиться, он работает плохо. Хуже, чем мог бы. Поэтому я снял с них ответственность, имея в виду, они знают, что я буду за них извиняться и не хотят меня подвести. Это тоже важная история взаимоотношений. Но в принципе для меня очень важно. Знаете, иногда бывают такие разборы, вот вместо штрафа, я вызываю человека, начинаю там, говорит, я виноват. А, понял, иди. Если человек понял, что он виноват, но совершил ошибку, что с ним дальше разговаривать, что ты ему нотации читать будешь? Он уже все понял. Он в следующем выпуске или в следующей передаче поправится, не извиниться, поправится, извинюсь я, поправится. И тогда репутация будет высока. И мне кажется, что я вам сейчас рассказал про идеальные СМИ, на самом деле, мне кажется, что вот соотносится СМИ всегда тремя вещами. Есть правило трех R. Я его сам придумал, я его сам опровергаю. Это рейтинги, реклама, репутация. Рейтинги – это охват аудитории, реклама – это бизнес, то, что приносит вам деньги, и репутация, которую померить нельзя. Это когда тебя первый вице-пример был, я у тебя вчера читал в Фейсбуке, интересная история. Вот это очень важно. Мы можем поднимать рейтинги, мы можем поднимать репутацию, потому что это зависит от вашего, извините за тавтологию, доброго имени, потому что злого имени не бывает. Вы создаете, мои журналисты создают репутацию Эхо Москвы, я как человек создаю репутацию Эхо Москвы. Это сумма репутации. И когда приходит и говорит, вот там у Венедиктова, мы слушаем Невзорова, да, Невзорова, я во многом не согласен с Невзорова, ну и что? Ну и что? Он говорит то, что он думает, он приводит ко мне людей, он поднимает мои рейтинги, он дает репутацию, что Венедиктов зовет на Эхо работать людей, которые с ним не согласны, с которыми он не согласен, это репутация, репутация, ну и соответственно приходит реклама. Впереди у нас что? Последнее, скажу. Сейчас идет дискуссия, может быть вы обратили внимание, что традиционные СМИ уходят, что вот история с Навальным, знаете, создал свой канал, сидит, вещает сам, у него там два миллиона, а у вас на Эхо Москве не два миллиона, а там один миллион, зачем ему ходить на Эхо Москве, и зачем ходить там будет условно говоря тому же Зюганову, или там я не знаю, тому же, не знаю, Путину, да, которые, они могут создать свои каналы и вещать. Все правда, но не вся правда, это как с ведущим Фокс Ньюсом, на самом деле, это правда, но это, это конкуренция, да, но это уже было, но у меня таким образом работал тот же Вейлер, он сидел один и вещал, у меня таким же образом работает самый лучший наши эфиры ночные, под названием Один или Один, да, сидит человек, с городом и миром разговаривает, один, мой журналист, сидит Дима Быков, разговаривает с городом и миром о литературе, это уже есть, оно есть, но оно уже не противоречит ничему, вам-то все равно на какой платформе это слушать, на Эхо Москвы или в Ютубе, какая вам разница, где лучше картинка, там вы будете слушать, или где лучше звук, да, там будете слушать, это не является, как мне кажется, уничтожением, такой страх перед тем, что традиционный медиум каюк, нет, традиционные медиумы должны создавать такие вещи, сами, плюс к социальным сетям, четвертая позиция, радио, сайт, социальные сети, и вот давайте делать наш видеоканал, я говорю, давайте, говорю, давайте делать наш видеоканал, контент какой, мы можем что, посадить Навального и Путина, пусть они вещают, да, это неинтересно, кто это будет, то есть сектанты Навального будут смотреть здесь, сектанты Путина будут смотреть здесь, не важно, что он говорит, ходи просто туда-сюда, все будет хорошо, а кто будет создавать контент, а кто будет задавать вопросы, как, а по-моему, вы говорите неправду, А кто будет швыряться кружкой с водой? Если ты один сидишь, ты один будешь швыряться, в себя будешь швырять. А это важный элемент, потому что эмоциональная составляющая информации тоже очень велика. Приведу пример последний, потом ваши вопросы, вы пока думаете. Я в хороших отношениях с Сергеем Юрьевичем Юрским, великий актер и великий чтец поэзии. Я никогда не понимал Пастернака устным чтением. Скучно, не понимаю. Я слышал, как читал Пастернак на пластинке, совсем скучно. И что-то мы сидели у Сергея Юрьевича и с ним разговаривали, я ему это сказал, слушайте, я не понимаю. Он говорит, ты просто не понимаешь, как эмоционально надо окрашивать буквы. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну вот есть стихотворение, там, февраль, достать чернил и плакать. Давай я тебя почитаю. Я говорю, давайте. Февраль, достать чернил и плакать. И я понял, что это совсем по-другому. Понимаете, да, это совсем по-другому. То есть попробуйте, хоть колобок так читайте. Понимаете, на самом деле эмоциональный окрас человека, который сидит в эфире один, не может быть. Он не видит камеру, он не видит ваших лиц, он не видит стенку, он не видит журналиста, который смотрит, говорит, ты с ума сошел просто. Ты кто такой? Это, кстати, великий человек, великий человек, Владимир Вольфович Жириновский, который ловит мимику интервьюера. И поэтому меняет речь. И поэтому меняет речь. Это была история, не одна такая, он что-то говорит, и что-то я заскучал, ну понятно, что он как шарманка, да-да-да-да-да. И он останавливается, в эфире говорит, я что-то не то говорю? Ну давай про другое? Я говорю, давайте по другое. Нет, ну понимаете, вот вы рассказываете. Понимаете, да, это артист, конечно, но публичная сфера, и я сейчас этим занимаюсь, это артистизм, безусловно, это часть окрашенной эмоциональной, эмоции доносят быстрее, чем набор букв вот таких вот, за унылым тоном, за унылым тоном, та-та-та-та-та-та-та. Это очень важная история. И забыл фамилию, сейчас вспомню. На себе замечательный ведущий один был, они, значит, позвали в эфир меня, был еще один вице-премьер, один олигарх, мы разговаривали о Путине, и, значит, понятно, что вице-премьер так. Ну, естественно, в переводе все, я слушаю, там, в английский переводят, с английского, да? Вице-премьер выпендрился по-английски, значит, российский вице-премьер, я, значит, слушаю, и этот парень поймал вот так, что я делал, говорит, о, Алексей не согласен, в эфире, Алексей, вы не согласны, да? Подождите. Вот из этого делается передача, когда вы смотрите интервью Хилари Клинтон, которая давала Познеру, и Хилари Клинтон, которая давала интервью мне, это разное интервью, это разное Хилари Клинтон, да? И смотрят не ради того, что она скажет, а как, как она реагирует, как отвечает, поэтому вот эти каналы, вот эти новые медиа, новые-новые медиа, да, они должны быть, и я говорю, у меня очень хорошие рейтинги, вот ночного эфира, лучшие рейтинги в Москве, в Москве 54 радиостанции, ночной эфир, это мы единственные, кто сидит, человек, который принимает любые звонки и говорит с людьми обо всем. Это разговор с неспящим городом. В Москве, я не знаю, как в Казани, в Москве не спит миллион человек каждую ночь. У нас был один, последнюю историю расскажу, заговорился, не оставил вам время. А у нас был один очень смешной эпизод, я вел ночной эфир давно еще, вместо Нателлы Болтянской, которая там улетела. Значит, я принимаю звонки, кто-то там говорит, вот я дальнобойщик, я сейчас еду по такой-то области, там скучно, музыку-то слушаю, давайте о чем-нибудь поговорим. О чем я могу говорить с дальнобойщиком? Я вообще не знаю, кто это. То есть, я представляю, но я, сейчас мы все знаем, все из Платона. И он начинает рассказывать, вот я перегоняю курей оттуда-туда. Слушайте, это так интересно, они там квохчут, суки, там что-то такое. Все в эфире, ночном эфире. Город якобы спит. Вешаю трубку, чтобы было понятно, как это было, надо быть готовым ко всему. Здрасте, это Эх Москвы? Я говорю, да. А где Нателло? Я говорю, Нателло, сегодня выходная, вот я ее заменяю. Ха, а мы тут на командном пульте ПВО страны всегда слушаем ее в это время. Я говорю, ребята, вы там ничего не запустите только. Говорят, ну раз вы так просите, ну разговор пошел. Понимаете? Вот тоже один человек сидит, но один с аудиторией, не просто бубнит. Поэтому не надо бояться, это вызов, это угроза, надо уметь разговаривать, надо уметь говорить 10 минут, надо уметь говорить полтора часа, да, но это разные умения. Поэтому впереди вас ждет неизвестность. И я надеюсь, что я эту неизвестность еще понаблюдаю. Спасибо большое, я готов ответить на вопросы. Будущее, на ваш взгляд, печатных медиа. Будущее печатных медиа. Оно неизвестно, как обычно. Но я не думаю, что оно умирает. Я понимаю, почему вы, Леонид, задали вопрос. Я полтора года назад начал издавать исторический печатный журнал «Дилетанты» для семейного чтения. У нас растет подписка, у нас растет тираж, у нас растут расходы и доходы. Но суть в том, что он оказался востребованным. Мне кажется, не важно, какой носитель, мне кажется, важно найти свою аудиторию. Вот есть в стране 35 тысяч человек, которые покупают этот журнал. Вот 35 тысяч человек на сегодняшний день. А начинали мы с 12 тысяч год назад. Мы утроили практически аудиторию и продолжаем ее наращивать. Это значит, что мы создали продукт, и неважно, какой носитель, который вас требовал. Просто надо понимать, что молодая аудитория предпочитает видеть картинками, видеть клиповое мышление. Это не шутка, это правда. Просто люди так привыкли. Значит, наше поколение привыкло читать толстые тома, они привыкли. Хорошо. Значит, мы начинаем делать развороты, которые можно смотреть целиком. Понимаете, мы так планируем, что вот разворот там. У нас последний номер посвящен Троцкому. Значит, мы раскрыли это. Ну, это бронепоезд Троцкого со всеми цифрами. Открыл, и все видно, что называется. Но есть и тексты, но есть и кроссфорды. А как же? И в этом смысле печатный журнал нашел свою аудиторию. Это к вопросу, к первому я возвращаюсь, потому что я говорил, что каждый человек, будущий журналист, нынешний журналист, должен найти свое умение там, где он сильнее всего. Знаете, я своему сыну говорю, ему 16 лет, в общем, подросток, 15-16. Я ему говорю, тебе не надо иметь пятерки по всем предметам. Если ты быстрее всего бегаешь, будь первым. И меня не волнует твоя тройка по физике. Будь первым. Если ты занимаешься биологией, и химией, ему интересует химия, вот вложись в эту биологию, да забудь ты, наконец, про эту географию. Получи уровень средний и успоко. Ты не можешь быть первым во всем. Это отдельные люди. Но ты найди там, где ты сильный, и вкладывайся. Не подтягивай, где ты слабый. А рвись, получи шестерку там, где ты сильный. Будь первым хотя бы в одном. И вот мы, довольно сложный возраст, как вы понимаете, вы сами недавно были в этом возрасте, когда там родители не авторитет и все. Но мы как-то поняли друг друга, и поэтому, когда там мама ругает его за тройку по русскому, он говорит, зато у меня по математике пять. И это правильно. Зато я единственный, кто получил пятерку по математике. И это хорошо. Значит, вкладывайся дальше в математику, давай смотреть, что сейчас математика, куда она разбирается. Может, уже надо выбирать профессию. Может, ты будешь инженер, инженерию пойдешь, тогда тебе нужна математика и английский. Тогда, извиня, одной математикой не обойдешься. А если ты пойдешь в биохимию, тогда тебе не только химия нужна, опять английский, но и биология тоже, где у тебя тройка, и ты из двойки не вылезаешь, грубо говоря. Да? Да. Понимаете, да? То есть, на самом деле, надо его разделять и устремляться туда, где вы чувствуете свои силы, где вы прорветесь и станете первым. А что такое первое для журналистики? Это твое имя, которое цитируют. Это твоя репутация. Она может быть плохой. Но надо понимать, что можно стремиться иметь плохую репутацию. Но надо помнить, что плохая репутация скоротечна. Потому что людей с плохой репутацией в нашей профессии больше, чем с хорошей. Конкуренция больше. А хорошая репутация и конкуренция меньше. Вот, да. Вопросы, да, у вас. Ну, вот как раз-таки к вопросу о репутации. Рахматуль Наделя, периодическая печать, второй курс. Я не открою Америку, если скажу, что вас, ну, не вас конкретно, а ваш продукт называют разрешенной оппозицией. Вы как можете это прокомментировать? Как вы к этому относитесь? Хорошо. Значит, как нас называют, это проблема тех, кто нас называет. Это мое отношение. Нас называют агентами Газдепа и агентами Газпрома. Я говорю, ребята, вы разберитесь, либо Магаздеп, либо Магазпром, да, еще агентами Моссада, еще, значит, мы поддерживали чеченских сепаратистов Первого и Второго мирового. Это вопрос тех, кто называет, как воспринимает. У каждого свой Венедиктов, что называется, у каждого свое эхо Москвы. Я понимаю, что говорите, а теперь отвечу по сути. По форме я вам ответил. Первое. На мой взгляд, любое медиа должно оппонировать власть. Любое медиа должно, не быть оппозиционным, оппонировать власти. Что такое оппонировать? Когда власть принимает какое-то решение, закон, указ, постановление или что-то заявляет, это отразится на десятках и сотнях тысяч людей. Поднятие налогов, уменьшение налогов. Городское. Решили проложить здесь трамвай. Решили снести этот дом. Это отражается на жизни людей. Поэтому задача прессы исследовать это решение власти, в этом смысле оппонировать, на ее слабость. Потому что про силу власти так скажут. Про пользу. А вот как это может ударить по людям? Отмена трамвая, снос дома, повышение налогов, понижение налогов, введение астрономии вместо английского языка в школе. Вот это должно делать нормальное медиа. Когда я говорю нормальное медиа, я не веду партийное медиа, потому что партийное медиа понятно исполняет задачу партии. Это первое. Значит, в нашей стране, к сожалению, у нас в основном медиа партийные. Поэтому любое непартийное медиа воспринимается как оппозиционное. Вот и все. И я понимаю. И я это понимаю, но это не так. И поэтому меня это не беспокоит. Послушайте, я то же самое слышал от президента. Я то же самое ему сказал. Как вам говорю, может, вы когда-нибудь возглавите Татарстан, а потом и дальше, имеете право. Я говорю то же самое. Учитесь работать с медиа, которые вам не подконтрольны. Знаете, президент Франции Саркози, он всегда давал первое слово на пресс-конференции оппозиционной прессе, газете Либерасьон, потому что ему нужна была стенка, от которой толкнуться. И это правильное поведение политика. Что касается разрешенного, у нас все разрешенное, а как я могу быть запрещенным, мы работаем точно соблюдая Конституцию, закон о СМИ и устав редакции. Дальше попробуйте нас поймать, где мы нарушаем Конституцию, закон о СМИ и устав редакции. Вот когда вы нас поймаете, тогда вы скажете, что нас могли запретить, но разрешили. Мы за собой грехов не чувствуем. Мы проиграли из 16 судов за последние 10 лет один. Один. И проиграли его незаконно. Мы этому уверены. Все остальное мы выиграли. Мы, конечно, понимаем, что нас могут прихлопнуть в любой момент, но так и университет могут прихлопнуть в любой момент. Можно сказать, что вы разрешенный университет. На самом деле. Поэтому я не обижаюсь. Я считаю, что как люди нас воспринимают, пусть они нас так и воспринимают. наша редакционная политика открыта. Мы же все делаем, мы же не где-то тайно делаем радио, которое никто не слышит, а все потом перенадут. Пожалуйста, вот наши гости, вот мы задаем вопросы, вот наш сайт, вот я отвечаю на ваши вопросы. Пожалуйста. Одни считают меня там серьезным человеком, другие считают клоуном. Я кому должен отвечать? Никому, по-моему. Ну, считайте, кто как хочет. Я повторяю, я это говорил и президенту, и Алексею Навальному ровно вчера, когда он высказывал небольшое довольство нашей позиции. Потому что они все хотят, чтобы мы их поддерживали. Мы репутационная медиа. Поддержка Эхо Москвы маленького радио. Маленького радио. Дорого стоит. А мы никого не поддерживаем. У нас даже в уставе есть антиконституционный запрет журналистов на участие в политических организациях. В уставе. Запрещено. Почему? Запрещено. И когда ко мне приходят журналисты, которые находятся в тех или иных молодежных движениях, там, яблоко, и так далее, билет на стол или пошел отсюда. Вот мы так решили. Потому что начальник один главный редактор, а не генеральный секретарь. Демонстрационно. Вы, наверное, помните, когда два года тому назад, три, нет, в 12-м году уже пять, господи, Владимир Путин предложил мне быть его доверенным лицом. И я отказался. Не потому, что там, я хотел, а какой я крутой. Не, я крутой. Это же так известно, что я должен кому доказывать. Я отказался по очень простой причине. Если я доверенное лицо любого кандидата, остальные кандидаты скажут, что радио такое-то. Я даже не хожу голосовать с 98-го года, с момента, когда был избран главным редактором. Почему? Потому что я не хочу ангажировать ни своих зрителей, читателей, слушателей, ни своих журналистов, ни своих гостей. Когда мне задают вопрос, ты за кого голосовал? Говорю, ни за кого. Я не хожу. Это демонстративная позиция. А называть нас? Ну, да, я знаю, что называют. Ну, называют, мало ли как называют. Не волнует, если честно. Давайте дальше. Добрый день. Народина у Камилы. Первый курс международной журналистики. Алексей Алексеевич, в книге «Эхо Москвы. Непридуманная история», когда, в 2014 году, она издавалась, насколько я помню, вы говорили в одной из глаз с своим журналистом на тему того, что будет «Эхо Москвы», если вы уйдете. Это было в 2014 году. Как я могу уйти? Ну, если поменяется главный редактор. Останетесь ли вы там, не останетесь ли. Так вот, прошло уже достаточно много времени. Как вы думаете, что будет «Эхо Москвы» сейчас? Потеряет ли оно зрителей, может быть, читателей, зрителей. Я же только что рассказал, как оно теряет зрителей. А если именно вы? Уйду. Да. Сложный вопрос. Ну, как, если вы хотите. Я уже там 19 лет главный редактор, и, в общем, мы как-то с Владимиром Владимировичем не собираемся уходить с наших мест. Насколько я знаю. Да-да-да. Не-не-не, я понимаю. Но на самом деле, вот я, у меня было две истории, сейчас объясню в жизни. Когда я работал учителем в школе, у нас первый директор, с которой я работал пять лет, она ушла, пришла другой директор, а та предыдущая осталась учителем истории. Это была катастрофа. Потому что кто-то бегал к ней, жаловались, понимаете, новые порядки. Это была катастрофа для школы. Хотя тот первый директор была много лучше, чем новый пришедший. Вторая история была, когда у нас ушел Сергей Корзун, главный редактор. Мы два года были без главного редактора. Мы думали, что это у него подвижки. И ждали, пока он вернется. И наш рейтинг упал с 7% до 2%. Мы уехали вообще. И потом меня избрали в 1998 году. я пригласил Сергея. Это было очень тяжело. Я ему должен. Я сказал, что у тебя поджизненное место. Можешь уходить, приходить. Но тоже, когда он работает, есть люди недовольные. Естественно, которые бегают к первому уголу. Это не добавляет. Поэтому я сказал своим, а теперь говорю вам публично. В тот момент, когда меня уволят, ну если я не сам уйду, в смысле, скажем так, в тот момент, когда я решу уйти, я уйду и не останусь на ихе. Может быть, я буду из дома делать небольшой комментарий. Но я не буду создавать для нового главного редактора проблему, кем бы он ни был. А дальше это будет дело нового главного редактора. Какие передачи оставить, какие сократить, какие сохранить, каких людей увольте. Это уже вот все, закрыл за собой дверь. Я думаю, что это будет болезненное решение, но оно будет. Ну а если меня уволят силовым образом, ну у нас так сделан устав, что знаете, у нас журналисты избирают главного редактора сначала. То есть могут назначить только из всех, кого избрали журналисты. Я пойду на выборы, меня изберут, меня не утвердят, я снова пойду на выборы. Вы будете это все наблюдать. В моем твиттере, например. Я уже в том возрасте, когда я могу сам принимать решение. Вот мое решение такое. Добрый день всем присутствующим. Айваз Садыров, главный редактор Татарского радио, по-соединительству магистра нашего факультета. Магистра? Да. Звучит очень красиво, поэтому я позволю себе такое выражение. Алексей Алексеевич, позвольте, два вопроса. Первый вопрос добрый, а второй... Как получится. А второй по теме. Первый вопрос касаемо вашей визитной карточки, вашей прически. Очень, наверное, не только мне, но и всем интересно именно поддержание этого имиджа. Живете ли вы рядом с электростанцией или пользуетесь ли расческой? Если это добрый, то какой же второй? Это добрый. На него можно коротко. Ну и вопрос номер два. Есть общественное мнение уже, довольно сложившееся, что центральный телеканал радиостанции это группа власти, и поэтому многие ищут независимые источники информации. В то же время есть еще такое явление, как блогеры, видеоблогеры. Есть определенный сегмент лидеров, в основном они, их площадка это YouTube, есть очень популярные видеоблогеры, и вот недавно было, они в основном занимаются развлекательным контентом, вот недавно было исследование, не помню, по-моему, TED Journal публиковал, из него исходит, что те топовые видеоблогеры, которые занимают самые, больше показы, у них миллионы показов, оказывается, производством этого контента занимается Comedy Club Production. Comedy Club Production это ТНТ, ТНТ, естественно, это Газпром Медиа. И таким образом есть представление о том, что власть и делает такую интеграцию и в YouTube, в сети, так скажем, такие независимые, казалось бы, ваше мнение по поводу этого. Да, я понимаю. Спасибо. Спасибо. По поводу прически, знаете, я вам приведу один пример, у меня, значит, Алексей, который младший, он носил до недавнего времени прическу до плеч, он носил, как папа, что называется, он начал играть в регби, его команда сказала, и он остригся. Это вопрос функции. Значит, я, насколько себя помню, ну, после школы точно, я всегда как-то носил так, и не отклеивается. Поэтому, я не знаю, вы знаете, я понимаю, что это теперь бренд и образ, и действительно, это превратилось в бренд и образ, это правда, но я вам могу рассказать историю очень смешную, где-то на году втором преподавания в школу я поспорил с семиклассником, что сбрею бороду. Семиклассник, он взял меня на слабо, я молодой учитель, я сбрил бороду, а он после этого обязался получать только пятерки по истории. Вот, но я сбрил бороду, тут же отрастил ее, сейчас принципиально. То есть, понимаете, если бы я сейчас побрился на лосо и пошел бы встречаться, меня бы ФСО не пропустило, потому что оно у меня даже уже паспорт не смотрит на входе в Кремль. Да, проходи, да, мы тебя знаем, понимаете. Вот, но это шутка, конечно, в том смысле, что, безусловно, это к вопросу о репутации, надо себя и визуально брендировать. Клетчатые рубашки, жилетки, когда ты носил бабочку, не пошло, начал носить подтяжки, не пошло, да, там, ну, осталось и так. А теперь, что касается, это так, теперь, как же касается видеоблогеров, безусловно, государство, это не мнение, а знание, где-то года два назад, начала заходить в сети, и в видеоблогеры, совсем недавно, вот эти видеоблогеры, миллионники, там, у кого два с половиной и выше, собирались, их пригласили к Мединскому, кабинет, кто-то там утек, а он хотел объяснить, как он правильную культурную политику проводил, то есть, это государство делает правильно, с точки зрения государства, я считаю, что это правильно, а я считаю, и правильно то, что это стало известно, это же вопрос доверия, понимаете, мы никогда не скрывали, что наш акционер, Газпром-медиа, да, 66%, мы никогда этого не скрывали, и более того, я всегда говорю нашим слушателям, что у нас есть ограничения, по поводу нашего акционера, то есть, когда приходит негативная новость о Газпроме, мы делаем звонок, Газпром, сообщаем им, что у нас выходит эта новость, и говорим, хотите комментарии, к этой новости, снять не будем, а хотите, я говорю слушателям, вот такое наше отдельное отношение к акционеру, это повышает доверие к нам, когда мы не скрываем наши источники, когда мы не скрываем наши связи, потому что для меня важно не спрятать связь, а сохранить доверие, и увеличить его, это моя задача, у других другие задачи, ну вот, я думаю, что эти молодые ребята, они просто попали в эту ситуацию, даже не понимали, что происходит, потому что, ну, когда выясняются, вот такие встречи, тайные связи, да, но люди могут и смотреть, как развлечение, но уже не очень верят, доверие это цемент, на который, который длительность, внимание, фиксирует, но государство делает правильно, с этой точки зрения, я бы тоже входил в своих интересах, дальше. Спасибо, так, на верху вопрос, сперва, потом, пожалуйста, лавату назад передай, хорошо? Спасибо. Хорошо, здравствуйте, Дмитрий Мазарецкий, четвертый курс, высшей школы журналистики, ровно два года назад, на форуме 3D-журналистика в Санкт-Петербурге, вы также выступали, и вы назвали себя лучшим интервьюером страны, на втором месте, вы расположили Ксению Собчак, и на третьем, Владимир Познер, хотел запросить, до сих пор, ли вы в этом уверены, и чем вы лучше? В первом месте точно, тут даже неудобно как-то даже. И чем вы лучше, чем вы лучше тех двух, и почему вы так считаете, почему вы так думаете? Спасибо. Я скажу, ну это же мой рейтинг, да, я думаю, что Владимир Познер создал бы другой рейтинг, а Ксения Собчак третий рейтинг. На мой взгляд, все очевидно, значит, такой жанр, как интервью, может иметь несколько задач. Одна задача, это выявление мнения линейного, вашего зрителя, не зрителя, а гостя. И поэтому, когда у Владимира Познера там спрашивает кого-то, а тот ему врет, Владимир Познер говорит, а, ну понятно, идем дальше, да, это не мой жанр. Но, тем не менее, те люди, которые понимают, что он высвечивает этих людей. А Ксения, наоборот, она все время ведет войну со своим гостем, всегда, находит какие-то компроматики, да, там, какие-то, а вот что вы на это ответите, я сам дважды был гостем Ксении Собчак, я это хорошо знаю. А это тоже история. Моя история заключается в том, мой подход, и мне он кажется наиболее правильным, что журналист, который берет интервью, должен делать отклик на ответ. Вот слово отклик здесь центральное. Он не может просто пропустить, а, да, я завтра объявляю войну Бразилии, говорит Путин тебе в интервью. А, ну хорошо, идем дальше. Мне интересно, почему Бразилия-то? А Венесуэле? Вот что должен, на мой взгляд, делать журналист. Ну, это спектакль. Спектакль – это оболочка в интервью, в которой продается мнение человека или сам человек. Вот если вы посмотрели бы за эхом, вы увидели, что у нас есть разное интервью. У нас есть передача, которая называется «Дифферамп». Она специально создана, где ведущая этой передачи облизывает гостя. Значит, единственная реплика, какой вы великий, какой вы... Ну, там, в основном артисты, да? Но это так и называется. Опять мы не обманываем слушателей, что мы делаем какое-то интервью, которое, скажем, вот «Дифферамп» мы вас любим. У нас есть обратное интервью, которое называется, недавно мы запустили программу, которое называется «Эй-Тим», которое ведут четыре Алексея. Кстати, придумал это Джириновский. Опять же, спасибо ему. Он что-то пришел к нам на эфир, и там ребята заходят, а у нас на радио семь Алексеев, включая меня. Вы что, передачу не можете сделать? О! Мы всегда ищем форматы. Программа называется «Эй-Тим», вот их задача рвать гостя, оскорблять его, и мы предупреждаем людей, вы приходите, только имейте в виду, что там с вами это не «Дифферамп» и не просто интервью, это не ваше мнение особое, вас будут рвать, потому что эти четыре, значит, эти шавки, Алексея, я и себя иногда там участвую в программе, кто свободен, те идут, начинают варить. Это третье интервью. Четвертое интервью есть у нас разбор полета, так называемый, где мы задаем главные вопросы человеку, как вы приняли это решение. Мы знаем все про ваше решение, нам это неинтересно. Вы исходили из чего, принимая такое решение в вашей жизни? Это просто вот такая программа. Все интервью разные, но если говорить о линейном интервью, то мне кажется, что мой способ, он для публики более правильный, потому что вы получаете объемного человека, с которым можно пошутить, которого можно потроллить, которого можно обидеть. Поэтому я номер один. Ну и вообще-то на мои интервью ссылаются другие медиа больше, чем на интервью Познер или Собчак. Вообще-то есть математическая история. Можно проверить, давайте там, условно говоря, возьмем какого-нибудь известного человека, кварцмена, министра, не важно, артиста, и пусть каждый из нас сделает интервью. Вот такой бы я. Я готов был бы в этом участвовать. И вообще скромность это неправильное качество. Вообще неправильное качество. Скромность вас ограничивает. Вы должны понимать, что вы сделали много, сейчас я отвечу, а должны сделать, можете, еще больше. С моей точки зрения. Поэтому мы, как говорит мелкий, мы, Венедиктовы, не очень скромные. Или не скромные очень. Добрый день, Салават Исупов, второй курс. Во-первых, мне интересно, когда начались ваши тесные связи с властью, которую вы часто упоминаете. Точнее, не с властью, а с представителями власти. Ну, в одно касание, как бы, руки. И вообще, как вести себя журналисту с представителями власти. И второй вопрос, какой из анонимных телеграм-каналов вы ведете? Ну, он же анонимный. Хорошо, окей. Значит, на самом деле, не веду. Я еще не очень понял телеграм-каналы и их интерес для меня. Если честно, я наблюдаю пока. А что касается тесной связи с властью, как только я стал политическим журналистом, это случилось в 1990 году, когда открыл Сехо Москвы, у меня стали тесные связи с властью, с представителями власти. Они являются источниками информации, они являются поставщиками новостей, они являются комментаторами событий. Слушайте, я был маленьким журналистом, а Путин был маленьким бюрократом, когда мы с ним познакомились. Ну и что? Да, и у нас сохранились отношения, это правда. Так же, как у меня, Алексей Навальный в 1993 году начинал работать на Ихе Москвы. Делал городостроительные хроники молодой журналист Алексей Навальный. в данном случае он не власть оппозиции, неважно, политик, да? С Борисом Немцовым я был на «ты», с немногими на «ты», но с Борисом Немцовым я был на «ты», и мы друг на друга орали очень часто, и когда он был первым вице-премьером, и когда он был опальным политиком. Часть работы. Если вы бы спросили меня про дружбу с людьми, это очень больная история на самом деле для журналистов, потому что есть люди, с которыми я действительно дружу и дружил. Что значит дружил в нашем понимании? Семьи встречаются про детей, понятно, да? И это очень трудно с ними работать, потому что ты как бы начинаешь себя ограничивать либо в том, либо в том. Я для себя принял решение, что те с людьми, с которыми я дружу, в том смысле, я с ними не сажусь делать интервью. Я говорю, извини, у меня там среди власти, скажем, был Андрей Фурсенко, бывший министр, сейчас помощник президента. На «ты» дружили с семьями. Я жену Надю хорошо знал, Лену, встречаюсь, я с ним не сажусь на интервью теперь никогда. Почему? Потому что я должен буду быть более злобным и резким, потому что все знают, что я с ним дружу. Я же это не скрываю. Опять же, я ничего не скрываю. Это опять вопрос репутации, это вопрос доверия. Поэтому да, ну и вот Боря был другом. По-разному отношению, как в семье, сходимся, расходимся, всякое бывает. Если я ответил, если вы хотели про это, может я не понял вопрос. Первый курс рекламы и пиар. Начну с того, что на сегодняшний день «Эхо Москвы» это единственный, наверное, источник информации, которому я доверяю. И поэтому... Хорошо, правильно. А кому же счет доверяется? Нормально, банально. Да, я тоже так считаю. Называется прогиб защита. Ну да. И когда вот в эфире звучит много оппозиционной правительства информации, я вот начинаю переживать и у меня отсюда вопрос. Сталкиваетесь ли вы с какими-то угрозами или осуждением? И второй вопрос. Как попасть к вам на радиостанцию, ведущей эфира? Понятно. Надо было с этого начинать, говоря. Да, Настя, это нормально. Смотрите, профессия журналиста в России, в частности в России, очень опасна. Журналисты являются второй профессией, не только второй древнейшей, принято шутить, а второй профессией среди мирных профессий по гибели при исполнении. То есть не военные, не силовики по мирным. Первый шахтер и второй журналист. За последние 15 лет. Это опасная история. Причем не обязательно политические журналисты. Вы пишете о каком-то спортивном событии, вы не представляете, какому количеству фанатов вы наступили на ноги. Понимаете, да? Берут и расправляются. Вы пишете о каком-то спектакле, вы не представляете, какому количеству любителей. Просто мы знаем, когда увечили театральных журналистов. То есть на самом деле это очень опасная профессия. Поэтому, когда вы ее выбираете, вы должны просто это понимать. Что касается «Эхо Москвы», вы знаете, я думаю, что я перестал опасаться, что я вам скажу. Это был где-нибудь год 3-4, 2003-4. Нет, на их и не было цензуры, но ко мне приходили, говорили, может, мы не будем давать это. Ну, Владимир Владимирович в нашу сторону неровно дышит. Ну, это известная история была с 2000 года, когда нас отобрали как акционера Угусинского и передали в «Газпром» силовым образом. Когда НТВ захватили и так далее. Значит, на что у меня один ответ? Или уходили, продолжают мои проблемы. Угроза, ну, я думаю, что все в курсе истории, где там Рамзан Кадыров обвинил меня врагом ислама, чеченского народа, был сход остановить Венедиктова, как Кадыров говорил, 100-тысячный. Ребята, я не заслужил такого уважения, что нашли врага. Но, да, и моим журналистам приходят угрозы. Одна журналистка эвакуирована из страны. Я не хотел бы обсуждать вопросы безопасности, потому что они не все открыты, но это опасная профессия, и мы это сознаем. С другой стороны, а что делать-то? Ну, можно не работать так, как мы работаем. Это же не вопрос специально бросить вызов Кадырову. Я, например, всячески поддерживаю Кадырова, когда он, его отношение к Сталину. Вот всячески. Вот нет таких политиков в России, которые занимали бы такую, мы понимаем, по какой причине, четкую, понятную позицию. Да? Вот я его поддерживаю в этом. Понимаете? Я же всегда к представителям власти отношусь как к функции. Правильные решения поддерживаю, неправильные решения критикую. Обычная работа прессы. Я хочу вам сказать, что в какой-нибудь Бельгии наша радиостанция была бы очень банальной радиостанцией. Мы работаем так, как работают простые банальные журналисты. Это классика профессии. Мы изучаем поступки, решения, мнения о власти, о позиции, тренеров, театральных режиссеров, тех, кого общественно, и их свободно о них говорим. Попасть, ну, давайте, как это, в сказке сначала с нашим младшим братом. Тут есть эхо Казани, попробуйте. Ирина Егорова, второй курс международной журналистики. Добрый день, Алексей Алексеевич. Такой вопрос. Басфит, интернет-портал, действительно занимает лидирующие позиции в рейтинге интернет-смей. Считаете ли Басфит качественным источником информации? Да, я считаю Басфит качественным источником информации. во всяком случае, он у нас стоит в списках медиа, медиа, в широком смысле, да, не СМИ, а медиа, в которой надо и можно использовать. У них было два косяка, серьезно, было. Ну, да, у нас 22. Понимаете, не мне их упрекать, они качественные, они немножко желтизной, но сейчас вся пресса желтизной, слушайте, качественная желтая пресса, это очень крайне профессиональная пресса. Есть, сейчас не вспомню, замечательный ресурс, не вспомню, Breaking News, по-моему, называется, как ресурс, где они собирают все чернушные новости, но эти все новости правдивые, там, кошка загнала собаку на дерево в какой-нибудь Перми, и там семь пожарных расчетов снимали, это их новости, но это правда, это правда, это очень хороший ресурс, а он у меня стоит, я всегда улыбаюсь, когда попадаю, хотя там, а? Breaking Man. Да, Breaking Man, совершенно верно, спасибо большое. Василиса Дзюба, первый курс телевидения, как вы думаете, за кем будущее в журналистике, за людьми эпатажными, дерзкими, или за профессионалами своего дела, знающими каноны, делающие материалы, соответствующие им, или же нужно как-то лавировать? Нужно искать себя, если вам кажется, что вы эпатажные, дерзкие, у вас получается, значит, надо работать в этом направлении, это вопрос стилистики, это вопрос между Познером и мной, то же самое, и между, вот этот треугольник, а раньше еще Тина была, когда она работала, Канделаки, в этом самом, нормально, она выбрала свой образ, я очень жалею, что она ушла из публичного экрана, она выбрала образ, Ксения выбрала образ, Познер, это все образ, это все театр, кого лучше играть, Дездемона или Баба Яга, а как получится? Что вам даст славу, Дездемона или Баба Яга? Вот там и играйте, я думаю, что есть спрос и на эпатажную журналистику, есть спрос и на каноническую журналистику, и самое главное, ведите себя так, как вам лучше, чтобы вам верили, чтобы вы были более естественны, где у вас лучше получается, мне кажется так, нет рецепта, все должны быть эпатажными или все должны быть каноническими, ничего, да? Добрый день, меня зовут Дилярка Шампта, я студентка второго курса, журфака, у меня такой вопрос, в основе всего, о чем мы сейчас говорим в плане работы журналиста, лежит в первую очередь образование, мы знаем, что вы человек с педагогическим образованием, со стажем работы, тем более уповянули, что сын вас сейчас учится в школе, в связи с этим такой вопрос, какие бы могли вы делить основные проблемы в сфере образования сейчас и каким видите перспективы образования? Если мы говорим об образовании журналистском, вы спросили меня, или вообще? Вначале хотел бы, давайте о журналистском. Значит, смотрите, мы не знаем, как развивается журналистика, профессия размыта. Значит, что мне кажется очень важным, да простит меня руководство вашего факультета, я не знаю, есть ли это или нет, вот ко мне приходят молодые люди, каждый год у меня около 70 стажеров. Есть вещи, которыми я их могу научить прямо там, у себя. Каким-то профессиональным навыком, приемом, вот это дело, это не дело, это у нас принято, это у нас не принято и так далее. Это есть вещи. Но есть вещи, над которыми они должны думать до того, как придут ко мне. И вот образование, мне кажется, это то место, где люди должны думать о своей профессии и обсуждать ее между собой или со спикерами, приглашенными там, как я, ну и хватит, достаточно лучше. Вот. на самом деле мы в последнее время говорим об этике журналиста. История изменяющейся этики журналистики, это отдельный предмет, который, я не знаю, у вас, наверное, нет или есть, и ее не хватает. История, потому что этика изменялась в течение долгого времени, там, с середины 19 века, там, возьмите всех, как Милинский и прочее, как журналиста. Она менялась по отношению, прежде всего, и к материалу, и к этому. Новые условия, новые вызовы, новые угрозы, о которых мы с вами говорили, создают, извините, новую этику. И ее надо изучать, изучать ее можно, это образование. История этики, это образование. Языки, безусловно, должны быть, я все, теперь я не беру человека с одним языком. Два как минимум. Английский плюс. У меня сидит девочка на этом самом, чай разносит с фарси. Но у меня чай не разносит, а сама глядит на самом деле и учится другим. Вот у меня первое наше поколение с плохим языком. У меня нет английского вообще, у меня французский на уровне школы, но сейчас лучше, наверное. И мне не хватает. Просто мне нужны люди с компьютерной грамотностью. Это обязательно. Мне не нужны люди, понимающие в соцсетях, понимающие, как искать информацию. Я не могу научить, у меня идет процесс, у меня каждые 15 минут выпуск новостей, у меня каждый час гость. Я не могу обучить человека найти информацию. Это должны быть учить принципы поиска информации и ее верификации. Как проверить? Я не могу читать лекцию. То есть, я могу читать лекцию вам, приезжая сюда раз в полтора месяца. Но в принципе, это должен быть курс верификации информации сейчас. Потому что новый вызов, самое главное, фейк-ньюсы. То есть, на самом деле, вот что такое образование с моей точки зрения. Мне казалось бы, что это вот те глыбы, которые нужны мне, чтобы я нанял людей. Нет, ну, конечно, если вы приходите, умеете пользоваться, ну, послушайте меня. Еще два года тому назад, три, я к вашему президенту приезжал с таким микрофоном, да, сейчас вот, я все пишу на айфон и тут же кидаю в Москву. А мы искали, как перегнать, провод воткнуть, все забыли. Тонвагины с этими, тарелка, забыли. Айфон, втыкаешь со звуком, нажимаешь кнопку, улетела в Москву. Я надеюсь, что сегодня я возьму интервью у вашего мэра. У меня есть к нему несколько вопросов. Это улетит сегодня и будет в Москве. Сегодня проспорт, шел с айфоном, что вести не надо, что декларировать не надо, всю эту технику безумно. Надо уметь пользоваться новыми техническими вещами. И меня вот, мои молодые сотрудники обучают, нажми кнопку здесь, туда-сюда, да, вот, это я должен знать, это тоже надо уметь. Самая современная техника. Каким образом пользоваться? Если вы в телевидении, вот вы в телевидении, вы должны понимать, что свет это очень важно. Сейчас это просто забывают, но это просто отдельно нужно изучать, вот для телевидения, как ставить свет, даже если вы корреспондент. Вот ко мне приходит много западных, извините, что долго отвечаю, ко мне приходит много западных корреспондентов, это фантастика, у них главный человек по теле, я имею в виду, по свету. Они берут интервью 10 минут, при этом час выставляют свет. Да, потому что, вот это то, что вы сказали канонически, да, человек должен выглядеть на экране. По радио сунул микрофон, или телефон уже, айфон, да, и все. Вы будете писать блокнот, или вы будете записывать, потом расшифровывать, вы хотите эмоциональную речь или нет. Чем эмоциональная речь отличается от записанной? Вот к чему надо учиться. Вот этим вещам. Конечно, образование очень важно, но не в том смысле, как в школе сейчас у нас два урока химии, два урока биологии, два урока математики, два урока английского, три урока физкультуры, да, ну и так далее. Здравствуйте, Павел, первый курс журналистика. Понятно, что у каждого медиа цели бывают разные. Бывают высокие, бывают низкие, но это все условно. Вопрос, оправдываете ли вы средства у Live News? Значит, Live News, спасибо, когда он возникал, я всегда говорил и считал, что они работают очень профессионально. Это первое. Они работали профессионально. До той поры, пока они не сомкнулись, они изменили профессию, я вам скажу. Они не мои коллеги. Объясню, почему. Есть работа пропагандистов, есть работа журналистов. И та может быть уважаемой профессией, но отдельной. Журналисты отдельные. Объясню, в чем разница для меня. Я над этим долго думал, у вас очень хороший вопрос, Павел. Вы первый курс, точно? Хорошо. Не, правильный вопрос. Этот человек должен себя мучить этим вопросом. Смотрите, чем пропагандист отличается от журналистов? Все очень просто. У пропагандиста сначала цель, он знает, какую цель он хочет достичь, и он к этому подтягивает информацию. Ну, например, я хочу сказать, что, не знаю, там, да, я хочу добиться того, чтобы мы там не участвовали в Евровидении, предположим, да? Что делает пропагандист? Он знает, что он хочет добиться, чтобы общественное мнение было против Евровидения. И он начинает всякую правду, не полную, но правду про это Евровидение, какое оно поганое, капиталистическое, кто там побеждает, фрики, когда мы там брали первое место, ничего от этого не было, да? То есть пропагандист видит цель, журналист не видит цели, кроме информирования, просвещения и развлечения. У него нет конкретной цели. Мы когда сообщаем о том, что там условно нам говорят, вот вы украли документы, о том, что призыв будет там не с 1 июня, а с 1 сентября, да? Действительно, была такая история. Какую цель вы преследовали? Никакую. Наша цель сообщить выпускникам, их родителям, таким, да, проинформировать, что призыв будет с 1 сентября, не с 1 июня. Какая у нас тут цель? Никакой цели быть не может, потому что один решит так, другой сяк. Вот это отличает журналист от пропагандиста. Вот Live News, с моей точки зрения, последние 4 года перешел от журналистики желтой, безусловно, желтой, но профессиональной, перешел к пропагандистской. Ну, они изменили свои цели, они ставят цели. Ну, извините меня, когда главный редактор в сайте говорит, я никогда не буду критиковать президента, премьера и патриарха. Это цитата от товарища Габриэлянова. Извините, а я, а почему? А если президент совершил неверный поступок? А если патриарх, а если премьерцы? А почему? Это вообще основная история. А если принято ошибочное постановление правительства? А если принят неверный указ президента, который потом, кстати, он и поправляет? Почему? Это и есть пропагандист. Поэтому не коллеги в этом смысле. Они сменили профессию. Их право. Мы понимаем. Другая профессия. На здоровье. Мы журналисты, а не пропагандисты. Все? Спасибо, ребята. Мы написали сценарий, за где все согласовали. По-моему, мы лучше бы не попали. А мы не писали радио? А? А мы не писали радио? Да мы забыли. Сценарий. Хорошо. Очень принципиально действительно вопрос был и очень очень значимый ответ. Нет, я вот Павлу очень... Может, вы его сразу зачтете, ему какой-нибудь экзамен? Хороший вопрос. Надо стимулировать хорошие вопросы. А потом вы скажете что-то про коррупцию. Нет, нет, нет. Пускай сдает. А про коррупцию? А что спрашивать-то про коррупцию? Что тут спрашивали? Вы знаете, вот такое мигнуло, я думаю, не зря, да? Что я готов, там, раз, полтора месяца. Нет, мы с вами... Вот это у нас прописанный сценарий. Вот это прописанный сценарий. Я хочу сказать только одну. Я забыл. Ради бога, я забыл, держал в голове, забыл. Я вам скажу одну историю, связанную с президентом по поводу журналистики, Павел, и пропагандистов. Значит, у нас есть правило и есть договоренность с различными расследовательскими журналистиками. Эхо Москвы не ведет расследование. Радио не ведет расследование по очень простой причине, потому что документы пока... Ну, понятно, да? У нас нет специалистов, скажу вам больше. Но мы договорились в свое время с новой газетой, с ФБК, с Нью Таймсом, что мы публикуем их расследование. На сайте. Тем больше наш сайт, ну, я вам говорил уже, да? Там 3,5 миллиона каждый день в среднем везет. И журнал Нью Таймс, журнал Жени Альбац опубликовал расследование по поводу дочери президента. Вы помните, за это получили предупреждение. Или предполагаемые дочери президента, будем точны. И когда я увидел это расследование, я сказал, вот это и вот это изъять. Я вам скажу, что я сказал изъять. Изъять фотографию дома, подъезда, где живет предполагаемая дочь президента и ее адрес. Мы это опубликовали полностью, буква в букву, кроме одной фотографии и одной подписи. Значит, я получил скандал от Жени, ты не имел права менять, это журналистское расследование. Я говорю, извини меня, пожалуйста, фотографии и адрес ничего не добавляло к тому, что предполагаемая дочь президента занимается там вот бизнесом таким и таким. Я никогда не буду публиковать персональные данные, в первую очередь детей видных людей, которые могут угрожать их безопасности. К вопросу о безопасности. Никогда. Потому что моему сыну угрожали, нам под дверь подкладывали плаху с топором. Я очень хорошо знаю. И это ничего не добавляет. Поэтому в данном случае мне говорили, что ты нечестно поступил, ты нечестный журналист. Я говорил, Женя, напрасно ты так думаешь. Если бы таким же образом, представь себе, опубликовали бы адрес твоего любимого Алексея Навального и фотографии. Это можно? Нельзя. Значит, и здесь нельзя. Это очень важно. То, что нельзя про Навального, то и нельзя про Путина. И наоборот. В связи, оппозиционность, она в этом. Вот это журналистское правило. Есть редакции, которые публикуют такие вещи. У каждого своя редакционная политика. Последнюю историю все равно не могу не рассказать. Она совсем старая, но она очень важная принципиально для нынешнего времени, когда идут фейк-ньюсы. В 1996 году Ельцину делали шунтирование, операцию на сердце. И мы получили доступ к медицинской карте. Это был единственный раз, когда на эхо Москвы редакционный совет голосовал. Вот за 26 лет мы, соратники, друзья, мы разделились, публиковать или нет. Медицинские данные. Значит, там было все, сколько сахара в крови, сколько соли в моче. И мы четырьмя голосами против трех решили публиковать. И каждый день, два раза в день, мы публиковали это в эфире на сайте. И каждый день пресс-секретарь президента проводил брифинги по здоровью. Он делал так. Где это тут медицинское радио? Это мы, в смысле. Я ходил на эти брифинги. Я здесь, Сергей Владимирович. А, я здесь. Почему вы говорили, что у Ельцина в крови 2,6 железа чего-то там? Не 2,6! Врете вы все? Подрыв доверия. Врете вы все? Не 2,6? 4,7. Я говорю, секундочку. Это у вас вчера было 4,7, а сегодня утром уже 2,6. Это разговор с просектором президента. В общем, мы оба не понимали это много или мало. Вы же понимаете, да? Вообще, откуда? Цифры. Мы публиковали. Но одновременно с этим мы получили доступ, естественно, к медицинской карте на Инна Васильевна Ельцин. И 7 против 0 мы решили не публиковать. Одно дело здоровья президента, который держит ядерный чемоданчик. Другое дело здоровья его супруги, извините, персональная тайна. И каждый раз приходится принимать такие решения. Но голосовали мы один раз. И до сих пор не жалею. Но мне потом, правда, Борис Николаевич пару раз говорил, ну и сколько у меня железа в крови сегодня. Это когда он уже был здоров. Я говорю, я не знаю, я не знаю. Я не я, лошадь не моя. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова